Всем привет, дорогие друзья! С вами Никита, магазин Мир Автокресел. И сегодня у нас на обзоре топовое кресло в группе 0.1.2.3 от немецкого производителя Asan. Модель называется Stormmülle Bainiki Complete. Так как это группа 0.1.2.3, кресло у нас с вами рассчитано с рождения и до 150 сантиметров роста, ну или до 36 килограмм. Кресло выполнено по стандарту ACR 129 третьей редакции, так называемой iSize. И в данном кресле подразумевается перевозка детей против хода движения до 15 месяцев минимум. Так как кресло это рассчитано с рождения, оно устанавливается изначально против хода движения. Вот таким образом. И, соответственно, как вы уже успели заметить, здесь есть поворотный механизм, что очень упрощает посадку ребенка в автомобиль, потому что вы можете развернуть кресло к себе, когда открыли дверь, и с комфортом ребенка посадить. Не надо никак там изворачиваться, особенно это актуально, конечно, зимой, когда и вы тепло одеты, и ребенок одет, и все это превращается в мучение. Собственно, так как здесь реализован механизм поворота, и кресло у нас рассчитано с вами с рождения, и захватывает еще следующие группы, производитель позаботился о том, чтобы вы случайно не повернули кресло раньше времени по ходу движения. Есть специальный переключатель, когда вы выставляете вот такое выдвинутое положение, он у вас фиксирует кресло, то есть каким-то образом выглядит. Сейчас мы его с вами развернем сначала против хода движения, я потом поверну, а мы его и покажу, собственно. Вот у вас кресло стоит против хода движения, вы поворачиваете его для посадки, и если вдруг вы захотите его повернуть по ходу движения, видите, вот, все, собственно, оно поворачивается только на 90 градусов и дальше не идет. Собственно, вот как раз-таки за этим нужен вот этот фиксатор. Если вы фиксатор убираете, все, кресло у вас спокойно поворачивается по ходу движения. Но опять-таки напомню, что новый стандарт более строгий и подразумевает перевозку против хода движения гораздо дольше, чем это было раньше. Раньше было до 9 месяцев, сейчас все максимально в безопасности. Собственно, почему эта модель еще считается топовой в линейке Ассан? Потому что здесь, помимо вот таких вот прикольных фишек, как вот такой ограничитель, используются также очень крутые ткани. Ткани эти гипоаллергенные, ткани эти водоотталкивающие, и так как они гипоаллергенные, они препятствуют развитию разных микроорганизмов, что, соответственно, только повышает комфорт и безопасность данного кресла. Так как кресло у нас рассчитано с рождения, внутри будет специальный вкладыш для новорожденного. Вкладыш многокомпонентный. Давайте посмотрим на него поближе. Соответственно, у вас отдельно отстегивается подголовник. Вот, и подголовник имеет два положения. Ребенок подрос, можете переставить, давайте в камеру покажу, можете переставить в более верхнее положение, пристегнуть обратно. Собственно, вот, подголовничек, вот эта вкладочка находится повыше. Но вкладка достаточно плотная, и, в принципе, если вы понимаете, что здесь слишком тесно, голова не помещается, можете убрать эту вкладочку сразу. Кстати, сама вкладка вот такого формата, она рассчитана до 60 где-то сантиметров. Это в среднем около, получается, где-то трех месяцев. Также вы можете, если понимаете, что вам уже вот угол такой не нужен, то есть вы выросли там до трех месяцев, до 60 сантиметров, но хотите, чтобы осталась еще вот эта боковая поддержка, можно изнутри достать поролонку. То есть вы уберете вот этот вот дополнительный объем, но останется боковая поддержка, что тоже очень удобно, и далеко не у всех производителей реализовано. Также у кресла, ну, стандартная абсолютно регулировка ремней идет внутренних, то есть у нас с вами система замка. Замки накладываются, застегиваются. Подтягиваться все будет абсолютно стандартно. У всех европейских производителей эта система выполнена примерно таким же образом. Ослабляются, вот здесь внутри палец засовываете, там есть маленькая кнопочка, нажимаете, ремешки будут вытягиваться. Хочу напомнить, что ремешки выполнены у всех европейских производителей таким образом, что вот эти накладки, они имеют собственную фиксацию, и за них вам ремешок не получится вытянуть. То есть ремешки нужно всегда брать под накладками и вытягивать на себя сверху вниз. Тогда это все очень просто делается. Собственно, вот эти нижние части тоже зафиксированы, их вытащить не получится. Кстати, про накладочки. Накладочки здесь имеют специальное прорезиненное покрытие, не скользящее. Есть также для удобства посадки... Сейчас давайте еще раз ремни ослабим. Для удобства посадки можно ремешки за вот эти вот металлические части закрепить. Но вот если мы их только полностью вытянем, конечно, вытягиваете. Можно вот сюда зафиксировать. Здесь находятся сильные неодимовые магниты. Это достаточно упрощает посадку. Вы ребенка посадили, вам не нужно из-под него потом ремешки вытаскивать. Это и ребенку неудобно и вам, собственно, при посадке. Подголовник регулируется достаточно просто. Здесь вот есть специальный такой рычажок. Вы за него тянете, подголовник поднимается. И хочу напомнить вам, что внутренние ремни кресла, так как кресло универсальное, внутренние ремни кресла вы будете использовать до 105 сантиметров роста. После 105 сантиметров роста используется уже штатный ремень. Для штатного ремня здесь есть специальные направляющие для нижней части. Вот они в основании. И в верхней части, верхняя часть будет проходить специальные проушины. Вот здесь вот в подголовнике они находятся. Вот в этом месте. Они продублированы слева и справа. Вы можете ставить, в принципе, за пассажиром, за водителем. Это как вам удобно. Кстати, по установке данного кресла. Так как кресло у нас с поворотом. Кресло идет с системой фиксации Isofix. Это стандарт безопасности iSize. И фиксация максимально простая. То есть у вас есть две направляющих Isofix. Вытягиваете слева. Вытягиваете направляющую справа. И кресло пристегиваете уже к автомобилю. Хочу также напомнить, что при фиксации немножко придерживаете вот в том месте, где вы вытягиваете сами ремешки. Кресло зафиксировалось. У кресла есть индикаторы, которые переходят в зеленое положение. Когда кресло пристегнуто, вы это при установке увидите. Обратите на это внимание. И после того, как вы зафиксировали Isofix, нужно сделать следующее. Нужно кресло толкнуть к спинке, чтобы оно максимально плотно зафиксировалось. То есть подразумевается, что у вас между спинкой кресла, вот здесь вот, и спинкой дивана вашего автомобильного не должно быть зазоров. После того, как вы все эти действия сделали, выставляется упор в пол. Угол наклона будет регулироваться следующим образом. Здесь немножко непривычная система, в том плане, что мы с вами привыкли, что вот здесь вот внизу находится рычаг, который вы нажали, потянули и одной рукой отрегулировали угол наклона. Здесь, соответственно, это выполнено следующим образом. Вот здесь в основании есть такая большая черная кнопка. Вы на нее нажимаете, и второй рукой вы можете регулировать угол наклона. То есть вот кресло регулируется. Выставляете нужный вам угол. Когда вы будете переходить в следующую группу, в старшую уже, которая идет от 105 см роста, это группа 2-3. Очень удобно реализована система фиксации самого кресла, эргономика. Вообще классно все сделано. Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть. Так как в старшей группе вы пристегиваете ребенка штатным ремнем, упор в пол вам уже не нужен. Потому что вы будете пристегивать кресло изофиксом, и будете дополнительную фиксацию осуществлять штатным ремнем. То есть у вас ребенок штатным ремнем зафиксирован, и считайте, верхняя часть кресла тоже штатным ремнем пристегивается. Упор в пол, чтобы он не мешал. Это, я считаю, самая, наверное, интересная реализация. Упор в пол сделан каким образом? После того, как вы закончили им пользоваться, вы можете убрать ногу. Она полностью убирается и не мешает. И вот очень крутая фишка, что вы можете сделать вот так. Она полностью убирается внутрь базы, и вообще никоим образом вам мешать не будет. То есть установка в старшей группе, когда вы будете его ставить, выглядеть будет следующим образом. Вот, собственно, у вас кресло пристегнуто на изофикс, у вас ребенок уже пристегивается штатным ремнем, и спереди вам абсолютно ничего не мешает. Реализация просто на суперкрутом уровне. Также у автокресла есть дополнительная система боковой безопасности. Выглядит она вот таким образом. Выставляется очень легко. Просто тянете, все, боковая защита выставилась. Хочу напомнить, что боковую защиту вам не нужно выставлять в сторону салона. Выставляется она только в сторону двери. Если вы переставили кресло слева направо, например, поменяли, там стояло за водителем, переставили за пассажиром. С другой стороны есть точно такая же боковая защита. Ее точно так же выставляете. Что еще хочется сказать про данную модель? Ну, группа 0.1.2.3, в ней не так много интересных таких моделей, хорошо выполненных, в хороших тканях, с хорошей безопасностью. Это, соответственно, одна из, наверное, самых интересных моделей будет в группе 0.1.2.3, в силу своей функциональности и такого удобства. Ну и плюс она позволяет вам закрыть вопрос автокресла, в принципе, вот сразу с рождения и до конца пользования. По посадке все максимально комфортно. Функционал мы с вами рассмотрели. Если у вас какие-то остались вопросы, можете задавать их в комментарии под роликом. А с вами был Никита. Желаю вам приятных покупок. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok